Простите, вы помните последние свои часы, минуты в своей квартире дома в Одессе перед выездом в Запорожье? Нет, я это делала быстро. Последнее осознание пришло в поезде, когда я увидела наш прекрасный ЖД-вокзал, нашу прекрасную надпись «Одесса», флаг. Тогда потекла слеза. И в пути уже всё, я взяла себя в руки, сказала «всё, вперёд, поехали». Плакать уже не было смысла. Попрощалась, отпустила родной город и уехала. Приехала в Запорожье и? Приехала в Запорожье, встретила мать. Одела форму, очень подошла, мне понравилось. И приступила сразу же в этот день к выполнению своих обовязков. Что у вас было за обовязки? Меня сразу взяли в связисты, в информационно-телекоммуникационный вузел в ЗСКУ, но была прикомандирована в кадры, так как моя связь уже находилась на линии. Я была прикомандирована в кадры и выполняла работу, которую мне давал мой начальник. Абсолютно любую, от просто соцпаспортов до я делала остальную работу, вела другую работу, вела судовероследование. То есть вплоть до всю бумажную работу, которую мне доверяли. Мне иногда надо было выезжать на первую линию, чтобы узнавать какую-то информацию по работе. Я тогда вела как раз соцпаспорта. Это абсолютно вся биография человека, кем живет, чем, семья, близкие. Боюющий человек, да? Да, да, конечно. И я приезжала, потому что в телефонном режиме это не так делается. Надо с человеком полностью сидеть напротив него. Я приехала так первый раз, помню свои эмоции. В город тогда бомбили, каждый день тоже. Но это обычные такие взрывы, которые как-то далеко. Я, наверное, через дня три, нет, через дней шесть-семь, через дней шесть-семь, я вот выехала первый раз на первую линию. Страшно было? Да, но было очень интересно. Чем? Хотела увидеть, какой сейчас мир. Вот, что сейчас происходит. Каким он вам показался, этот мир? Жутким, агрессивным. И не хотелось верить в то, что в 21 веке такое возможно, и то, что к нам пришли вот с такими вот пожеланиями. Вы русских видели? Только на видео. Мы когда корректировали артиллерию непосредственно на нуле. А вы корректировали артиллерию? Не конкретно я, но мы. И я, конечно же, сидела, наблюдала это и видела, да. У меня даже есть видео, и там тоже как-то вставленный момент, это у меня на страничке. Вы служили длительное время, да? Да. Сколько примерно? Месяцев 7-8? Больше? Около 10, наверное. Может, даже 11. Я точно не помню, даже просто когда начала служить. Ну, точно через 2-3 месяца на запорожском направлении, я помню, наверное, 8 месяцев железно я просидела на первой линии, еще месяц на нуле, потом, пока мы переехали, и еще... Как вас, 18-летнюю девочку, пустили на ноль? Очень интересная история. Расскажите. Мой начальник был знаком с моей мамой. Мы служили же в городе. И в один день, вот в первый, когда я выезжаю на передовую, я аж в полном омудировании... С бронежилетом? Конечно. Я приезжаю и знакомлюсь с ним. Беру всю информацию, работаю и уезжаю. По приезду я подхожу к матери, говорю, я хочу на первую линию. Я сразу как-то это поняла. Мне обстановка не напугала. Да, было громко, было шумно от этих взрывов, но как-то сразу такая, знаете, мысль, ну вот мое. Как-то в городе скучно. Бумаги? Ну, нет, не хочется вообще. Бумаги не люблю, не мое, нет. А вот там я думаю, да. И я же была связисткой, но прикомандирована в другой отдел. Я приезжаю в очередной раз, подхожу к нему. А, я сразу подошла к комбату. Я взяла сразу вышку. Подхожу к комбату и говорю, можно к вам? Он говорит, ты и так у нас. Я говорю, нет, вот к вам сюда. Он, зачем? Я говорю, ну, как бы я же связистка, я хочу выполнять свою работу. Я, конечно, сильно боялась, смогу ли я ее освоить, так как это все тоже непросто. Но в дальнейшем получилось. Он ко мне говорит, да, можешь, только узнаю своего начальника. Я подхожу к начальнику, говорю, можно? Он говорит, нет. Он говорит, сразу категорическое, нет. Говорит, ты маленькая, ты слишком юная. Говорит, тебе тут не место. Тебе тут не надо. Говорит, вот мы, вот тут вот, пацаны, мы справимся. Тебе нельзя сюда. Я говорю, пожалуйста. Говорю, Бук, прошу. Он, нет, я уезжаю. Говорю, матери, я хочу. Она не сказала там, беги туда, но она не была против. Она сказала, это твоя жизнь, тебе решать. Отчим сказал то же самое. Брат сказал, нет, пусть сидит в городе. Я все равно, я звоню, говорю, Бук, пожалуйста, возьмите. Ну, позывной его. Говорю, пожалуйста, возьмите. Нет, не возьму. Я уже плакала, когда я заканчивала с ним разговор. Мне было очень, я очень хотела. Уже, наверное, раз в третий. Я опять приезжаю, подхожу к нему. Говорю, пожалуйста, я вас очень прошу. Говорю, ну, он говорит, вот как тебя возьмут замуж, если с тобой вот что-то вот случится. Говорит, я, вот как я буду спать? Я допросилась, и он сказал, сделаешь вот работу, приедешь с флешкой, тогда останешься. Я уезжаю, счастливая, делаю все за три дня и приезжаю сразу с вещами. У вас позывной Сима. Почему Сима? Ой, я приезжаю, даю ему флешку. Он говорит, сколько времени я на сборы? Я говорю, я с вещами. Сразу же поселилась, захожу к ним. Ко мне подходит второй. Мой начальник говорит, так, тебе надо позывной? У тебя есть минута. Я стою, я сразу растерялась. Я говорю, блин, я даже и не знаю, как бы, позывной. Я не знаю даже, с чем себя ассоциировать. Ассоциировать, ну, как бы, ну, это нельзя, не имя, не похоже, что было на имя, то есть вообще отдельное что-то. А так как у меня пацаны были связисты, они что-то часто делали, паяли, вот, назвали их фиксиками. Вот. И говорит, ну, все, значит, будешь Симой у нас. Симка, Сима, и все, все, давайте. И шеврончики тоже мне сделали Сима. Так осталось. Люди, с которыми вы столкнулись непосредственно на первой линии на нуле, что это за люди? Это мои ребята, с которыми я служила. Вот и чего они сделаны? Что у них такого необычного? Почему они не похожи на всех остальных? Сила, юмор, очень сильный юмор. Харизма их и вера только в позитивное. Я не знаю. И я не могу вспомнить ни одного дня, когда мы как-то сидели отчаянные. Ни разу. Мы после каждого обстрела убирали все, смеялись, шутили и понимали, как нам тут прекрасно. И как хорошо, что мы все живы. Когда было более всего страшно? Более всего страшно был, наверное, момент, когда попала конкретно в машину. Но я могу вспомнить запорожское направление. Наверное, было страшно, когда попала в наш штаб. Ракетой. А вы были где в это время? На улице. А штаб рядом? Штаб был сзади меня. Я несла как раз ночной наряд. Два часа ночи. Я вышла. У меня кошечка тоже моя со мной служила. И она зашла в штаб и просилась на улицу. И она время от времени выходила. Я как раз вышла ее выпустить. И я только прикрывать двери, а полуподвальное помещение, получается, я стою на уровне вот так вот земля уже. Я только закрывать дверь, и резкая вспышка, оранжевый белый свет и громкий очень звук, точка У разнесла наше здание. Погибли многие? Нет. Не погиб ни один человек. Фантастика. Мы просто так сильно радовались, то, что русские выкусили. И даже таким массивным ударом никто. Ни один человек с личного состава. И я скажу более, ни один гражданский человек. Наш начальник сразу побежал к людям. Там тоже жили люди недалеко от нас. Сразу же мы всех проверили. В первую очередь их. Все остались живы. Смерти вы видели? Прямо, вот напрямую, нет. Принимала смерти своих людей. Что значит принимала? Я что была радистка. И я знала, сколько людей погибло, или какое, сколько, двухсотых, либо трехсотых. Наши пацаны уже увозят с нуля. Много ребят погибает? Да. Но не столько, сколько бы им хотелось. Не столько. Люди, которые вместе с вами были на первой линии, на нуле. Какой возраст их, какой состав, откуда они, из каких городов, из каких областей? Ну, большинство были Запорожья. Да. Вот. Я одна там была одесситка. И кто-то был геническ, Херсон. Ну, то есть вот то направление. И вот, в принципе, все. В основном Запорожье и Херсонская область и так далее. Возраст людей взрослые. Все взрослые. Наверное, самые молодые пацаны там были от 25 лет. Я была самая такая зеленая. Чем они занимались вот в мирной жизни? Вы спрашивали о них? Ой, кто-то айтишник. Кто-то там полицейский. Очень тоже много полицейских было. Кто-то там с какого-то отдела. Вообще большое разнообразие людей. Просто собрали в одну кучу, посадили и сказали нам бороться. На каком языке больше всего говорили? Наверное, русский. Русский все-таки? Да. Но любой, кто-то заговорит на украинском, сразу эта тема поддерживается. То есть мы сразу же переключались в работе. Конечно же, тоже украинский, наш родной язык. В работе, чтобы никто не понимал, о чем мы говорим. Вы, я уверен, неоднократно думали над тем, почему эта страна, которую так и тянет называть недостраной, я имею в виду Россию, почему они на нас так пошли? Почему с таким озверением они набросились на свободную, независимую, красивую страну? Вот что вы сама себе отвечали на это? Было на самом деле тоже мне интересно. Я думала над этой темой. Такая большая, масштабная страна, но нету в ней искренности, нету в ней добра. Наверное, хотела она разрушить жизни, и она это сделала. Жизни добрых, мирных людей. Она ж не просто так пошла еще 8 лет назад. Что-то хотела она взять. Территории, просто если рассудить на тему территории, но зачем еще? Куда еще? И Путин так говорит, куда еще больше? То есть нам всего хватает. Вот скажите, вот сейчас вы даете интервью, которое увидят миллионы людей во всем мире. Вот что вы, русскоязычная девочка из Одессы, которая воюет за Украину, можете сказать русским, которые смотрят эту программу в России? Что им нужно включить свои мозги и перестать слушать ихнюю бессмысленную пропаганду, которая несет их страна. Хватит. Как можно не видеть того, что происходит? Я знаю много ситуаций, когда, допустим, подходит к ним какое-то телевидение, спрашивают про Путина, все классно поддерживают его, его сторону. Как только там, какое в этом телевидение, кто-то говорит, что это не российское, и люди рассказывают, что на самом деле они думают. У большинства людей надеты маски, на мое мнение, и они просто боятся свою власть. А мы можем говорить открыто. Мы свободная страна, и это действительно так и есть. Мы свободные люди, а там нету такого. Ну вот они о нас говорят, что мы фашисты. Вы видели фашистов вообще когда-нибудь? До войны, во время войны? У нас вы видели фашистов? У нас фашистов нет ни вечно. Смешно, кажется, да? Да, очень смешно. Особенно Соловьева. Я на самом деле уделяла ему свое драгоценное время. Посматривали? Да. Очень, ну вот, когда ты отдыхаешь от нарядов, легкий перекус, поднятие настроения. Да. Очень было интересно и обсудить это со своими коллегами. Ну, это просто, это кадр. Что может сделать, вот, чего добьется страна, когда на телевидении, вот, говорят такое? Как можно, как они преподносят себя большая, великая страна? Ну, о чем они говорят? Ну, разве правильные люди так делают? Добрые, искренние люди так делают? Нет. У вас есть возможность передать Соловьеву привет? Я бы очень бы хотела сказать теми словами, что я думаю, но это будет некрасиво с моей женской нежной стороны. Я даже не хочу обращаться к этому человеку. Это выше моего внимания. Сегодня, вот, многие люди в мире во всем думают о России, рассуждают о России. Вот, все понятно с Путиным, все понятно с его приспешниками, но многие были не готовы к тому, что такая огромная поддержка будет в войне против Украины среди обычного населения. Что люди, теряющие своих родных, будут иступленно кричать слава Путину, добьем фашистскую гадину, это про нас. Что это, на ваш взгляд, произошло? Это сбой какой-то генетический, сбой программы. Почему они такие? Что с ними случилось? Я не знаю, чем живут эти люди, но если действительно посмотреть их телевизор, можно вот понять, Иннара Леонидовна рассказывала тоже, она как-то была в России, она послушала, что там говорят, и она сказала, в жизни больше не включат что-то подобное. Настолько промывка мозгов, настолько вот, люди живут какими-то старыми стереотипами СССР, и они верят, что Путин – это все, а сами живут в какой-то поганой хрущевке, которая протекает, и нету денег, ни гроша, ни на что. Ну, и эти люди говорят слава Путину, ну, пожалуйста, слава Путину, и живите дальше вот так.